Музыка Веры Милосердие, то есть милостыня, говорит Авва Исаия, это значит «прощать». Любовь в своем высшем проявлении, как любовь к Богу, начинается в милосердии к ближним нашим. Сердце, которое милует, любит и жалеет ближнего своего, есть сердце милосердное. Преподобный Исаак Сирин поясняет, что пусть ущерб, нанесенный обидевшим тебя, поглощается милосердием твоим, как терпкость вина поглощается множеством воды. Докажи множество милосердия своего теми благами, какие воздаешь обидевшим тебя, как и блаженный Елисей поступил с врагами своими, намеревавшимися взять его в плен. Послушаем сейчас песню Анны Широченко на слова Иннокене Людмилы «Учитесь насаждать любовь, как сад». Учитесь насаждать любовь, как сад, старайтесь, как истинный садовник, Где, если солнце, зреет виноград, а если тень блаженствует крыжонник, Учитесь насаждать любовь, как сад. Учитесь отдавать любовь легко, без жалоб, без стесненья, без упрека, Чтобы внутри все пыло и цвело, и чтоб снаружи радовало кока, Учитесь отдавать любовь легко. Учитесь воздавать за доброту, за то тепло, что ни огонь, ни пламень, А видишь, пробивает мерзлоту, если нужно, согревает камень. Учитесь вдохновенно у небес, восславивши Творца природы вечной, И возрождайтесь, как весною лес, и умирайте к жизни бесконечной. И умирайте к жизни бесконечной. Учитесь насаждать любовь, как сад. Святитель Иоанн Златоуст Не сказал Господь, если станете поститься, то будете подобны Отцу Вашему. Не сказал, если станете соблюдать девство, Или если станете молиться, то будете подобны Отцу Вашему. Все это не относится к Богу, и Бог не делает ничего такого. Но что? Будьте милосердны, говорит, как Отец Ваш милосерд. И это дело Божие. Если же ты не имеешь этого, то что же имеешь? Милости хочу, говорит Он, а не жертвы. Бог сотворил небо, сотворил землю и море. Велики эти дела и достойны Его премудрости. Но ничем Он так не расположил к себе человеческий род, Как милосердием и человеколюбием. И то есть дело Его премудрости силы и благости, Но гораздо более то, что Он сделался рабом. Не поэтому ли мы более удивляемся Ему? Не поэтому ли более благоговеем перед Ним? Ни Бога, ни что столько не располагает к нам, Как милосердие. Песню на стихи Валентины Басовой «Стакан молока» Исполняет автор-исполнитель Алексей Фадеев. Песня на стихи Валентина Басовой «Стакан молока» Мальчишка был голодный и бесил, Давно не ел, пришел издалека. В дверь постуча в воды он попросил, Но женщина выносит молока. И тот стакан дал силы снова жить, Поверил он, есть в мире доброта. Став доктором, спасал чужую жизнь, Она у человека лишь одна. Так ты работал в клинике одной, Ученым стал и доктором наук, К больным спешил в короткий выходной, Хороший доктор слышалось вокруг. Однажды утром делал он обход, Тут телефон призывно зазвонил, Больная у меня и ждет народ, Мне помоги, хирург его просил. Сейчас приду, не брошу одного, И дверь открыв больную, увидал. Вдруг стрепенулось сердце у него, Седая вся, но он ее узнал. Она, она, да как я мог забыть, То, что дала когда-то молока. Она, больна, серьезно, буду сам лечить, Хотя надежда так невелика. Он спас ей жизнь, все силы приложил, Живет и побеждает доброта. К оплате ей листочек положил, Не расплачусь, подумала она. Но, взяв листок, не верила глазам, От слез ее вдруг поплыла строка. Вы не должны за все спасибо вам, Оплачено стаканом молока. Архимандрит Иоанн Кристианкин. Ты беден, терпишь недостаток, нужду, Будь милостив по своим возможностям. Бог ценит произволение и усердие, А не количество денег. Подашь бедному и одну копейку, Бог оценит ее лучше сотен и тысяч рублей, Поданных богачом из тщеславия и самолюбия. Тщеславие и гордость портят всю цену милосердия. Пример тому фарисей, Дававший десятину доходов своих. Две лепты усердия и смирения бедной втавицы Оказались в очах Божьих Больше тщеславных жертв богача. Милосердие очищает множество грехов. Нищие для того и являются на нашем пути, Чтобы испытывать сердца христиан. Они проба для нас, И на страшном суде Божьем Будут или нашими ходатаями, Помощниками и покровителями, Или обвинителями в жестокости. Блаженны будут тогда милостивы, Ибо они помилованы будут. Еще одна авторская песня О милосердии и о его неожиданном воздаянии, Которая и так и называется Нежданная встреча. День клонился к вечеру, Небо в облаках, Шла устала женщина С сумками в руках, У слепых родителей День весь провела, А теперь к троллейбусной Остановке шла. Мысли невеселые, Господи, дай сил, Ей навстречу дедушка Помощь попросил, С бородой и с палочкой Добрые глаза Мне без права жатого Никуда нельзя. Провела до булочной Хлебушка купив, Денежек добавила, В кашельек вложив, Он взглянув участвливо И перекрестил Душу словом ласковым, Словно зарил. Вышла дальше женщина Продолжать свой путь, Что-то вдруг заставила На небо взглянуть, Синевой и золотом Дышат небеса, Слышатся в нем стройные Чьи-то голоса. И с овечкой кроткою Сам Христос стоит, На нее с любовью Он с небес глядит, Сразу не поверила И тряхнув головой, Господа увидела Вновь перед собой. Все так быстро кончилось, Снова вечер был, Облаками серыми Свод небес закрыл, Но в душе волнение Мыслей не унять, В небе знаки тайные Силилась понять, Чем же заслужила я Милости такой, Мне несчастной грешнице, Господи, открой, И ответ услышала В сердце тишине. Все, что ближним сделала, Сделала ты мне Все, что ближним сделала, Сделала ты мне Сделала ты мне Дорогие радиослушатели, Время нашей передачи подошло к концу. Благодарю вас за ваше внимание. Прощаемся с вами до следующей встречи в передаче «Музыка веры». С вами был священник Георгий Галахов. Всего вам самого доброго! Милости Божией! Музыка веры